Эту диораму планировали презентовать в этом году ко дню начала вывода войск из Афганистана, но не успели, причины обоснованные. Авторам все-таки хотелось воспроизвести весьма реалистичную картину противостояния советских войск с афганскими маджахедами. Сначала была идея создать просто бой, но потом мы решили, что не совсем это корректно, показывать именно бой, чтобы хотелось показать, что были бои, ну и что была жизнь обычно. Создатели макета не скрывают, что модели солдат, танков и машин делались на заказ, но чтобы фигуры выглядели более реалистично, пришлось их дорабатывать с помощью фена. Больше всего времени потратили на местность, только оттенки гор менялись по нескольку раз. С самим ландшафтом работа была сложена, потому что фигуры и все, это все готово есть. Это только испачкать, это уже дело техники. А вот именно создать пейзаж, создать горы, передать атмосферу именно афганской земли, вот этой красновато-желтой, вот это было самое очень долгое. Тема диорамы – перевал. Моделисты решили показать колонну, на которую готовится нападение. Воссоздавали этот эпизод по фотографиям, советовались и с ветеранами. Получилось достоверно, на многих участников тех событий даже нахлынули воспоминания. Если брать вот этот один гарнизончик, я командовал семью такими. То, что мы помним афганскую войну и то, что мы чтим тех, кто прошел дорогами Афганистана, это по большому счету не просто дань уважения общества своим солдатам, своим соотечественникам, которые прошли Афганистан. Это по большому счету государственная задача. Оренбуржцы, кстати, первый, кто создал диораму об афганских событиях. Она станет постоянным экспонатом Народного музея защитников Отечества. Екатерина Тихоненко, Вадим Нечаев. Наше время.